Владельцы пунктов по приёму чёрного и цветного металла и аккумуляторов даже не подозревают, что служат посредниками тёмного сбыта. В лом многие пытаются сдать буквально всё, что плохо охраняется. Популярным источником халявного металлолома нередко становятся канализационные люки, подшипники, распиленные рельсы и краденые аккумуляторы. «Рабочий и нерабочий аккумулятор можно легко отличить. Наверняка у каждого из вас есть прибор, которым можно это проверить. Мы предлагаем вам следующее. Занимайтесь своим бизнесом, никто вам препятствовать не будет. Но вам необходимо действовать по закону. Каждая аккумуляторная батарея имеет свой серийный номер. Вам необходимо отдельно записывать его и данные человека, который вам сдал аккумулятор». Мотивы у вора могут быть самые разные – от финансовых затруднений до простого желания получить лёгкие деньги, пусть и незаконным путём. Предприниматель Кадыр-Орос-Байулы от приёма аккумуляторов решил отказаться. «Лишняя головная боль мне не нужна», говорит бизнесмен. «Я не первый год занимаюсь предпринимательской деятельностью. Раньше я тоже принимал автомобильные аккумуляторы. После визита сотрудников полиции, которые мне рассказали о небывалом росте краж, я вообще прекратил приём». Городские торговцы должны знать об уголовной ответственности за приобретение и сбыт краденого имущества, говорят сотрудники прокуратуры. Они провели анализ и установили, что кражи аккумуляторов в Шымкенте происходят практически ежедневно. Из 536 зарегистрированных фактов преступлений, 102 связаны именно с кражей аккумуляторов.